На свадьбе дочери лидера азербайджанской диаспоры Украины Олега Крапевина был избит и отстранен от воровских обязанностей смотрящий за центральным и западным регионами страны. 46-летний вор в законе Андрей Недзильский, он же Неделя или Андрей Львовский. Состояние потерпевшего до сих пор оценивается как крайне тяжелое. Незабываемый подарок крапевинским молодоженам преподнесли трое воров, в том числе семейники Шакра, Дата, его племянник, Инадар. По нашим данным, Неделю начали бить после того, как его обличил его же кум, Юрий Ериняк, также бывший гостем на свадьбе, в том, что он заказывал воров. На возражение Неделя о ничтожности слова фраера ему ответили, что теперь он тоже фраер. Незложение Андрея Недзильского является следствием конфликта, обозначившегося на Украине два года назад между центральной и восточной воровскими группировками. Помимо Недели, центр представляет Лера Сумской, которому теперь придется делать это в одиночку. Восток составляют Донецкие и Днепровские воры, включая подавляющее большинство находящихся на Украине грузин. С тех пор, как восточные пустили слух о связях Недели с СБУ, он на это никак не отреагировал, не считая того, что начал избегать встреч с коллегами. Если слухи не беспочвенны, в отношении обидчиков Андрея следует ожидать начала репрессий. В целом инцидент может серьезно активизировать криминогенную ситуацию на Украине и привести к перестановке влияющих на нее сил. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.